Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Fantasy Blacksmith. В этой игре нам предстоит вжиться в роль кузнеца и изготавливать различные мечи, конечно же, на продажу. У нас вот такое вот темное-темное помещение, нихрена абсолютно не видно, честно говоря. Хотелось бы побольше вот таких вот вакелов расставить. Очень темно, но мы постараемся разобраться, и давайте приступим к изготовлению нашего первого меча. Это туториал, насколько я понимаю. Вот такая вот стрелочка указывает нам на магазин, насколько я понимаю. Итак, используйте карту для покупки бронзовых слитков и создания меча. Прекрасная мелодия звучит на заднем плане. Давайте посмотрим на карту. Я так понимаю, с помощью этого слитка мы якобы перемещаемся по городу. Помимо слитков мы, похоже, также можем обновлять интерьер, закупать какую-то мебель, по всей видимости, и что-то связанное с магией, смотрите, есть, но пока что этот пункт меню заблокирован. Так, окей, бронзовые слитки. 100 монет, похоже. Окей, мы, судя по всему, здесь, смотрите, также можно какие-то инструменты. О, факел за 40 монет, но у нас пока не слишком много денег, так что будем работать в темноте, наверное. Так, я так понимаю, мы можем выбрать элементы, из которых мы будем изготавливать меч, соответственно. Так, окей, бронза, допустим, предположим. То есть мне нужно выбрать также и рукоятку, по всей видимости. То есть рукоятка, наконечник рукоятки у нас стоит 10 монет. Сама рукоятка тоже 10, да. Да, ну и каждый элемент, я так понимаю, имеет свою стоимость. Хотя, само лезвие меча, смотрите, оно, похоже, входит в стоимость. То есть мы дополнительно платим именно за элементы рукоятки. Так, окей, ну давайте какое-нибудь вот такое вот симпатичное острие выберем, стандартное или нет. Вот такую вот рукояточку. Сделаем как-нибудь вот так вот. Так, ну и это будет просто длинный, наверное, средний меч. Наш первый меч, чтобы было попроще. Хотя, не знаю, проще это или нет. Так, ну и в конце вот такой вот симпатичный, по-моему, меч. Так, окей, что у нас вот здесь? Можно очистить стол, я так понимаю. Схему нашу. За дополнительную плату мы можем изменить материал, похоже. Некоторый материал. Так, ну не знаю, давайте все бесплатно возьмем. То, что включено уже в стоимость, можно бронзу смотреть, покрыть, похоже. Железо. Все, выбрал в итоге 135 монет, мы заплатим. Я надеюсь, купят у меня этот меч хотя бы за 500, чтобы я в плюсе остался. Можно добавить меч, я так понимаю, в корзину. Да, вот мы добавили, соответственно, 4 единицы. 4 элемента из 7 у нас в корзине. 400 монет у нас имеется. Приобретаем. Купить. Так, окей, мы купили. Тогда ждать доставку. Уже сейчас, похоже, да, все мгновенно здесь доставляется. Так, там было написано, что вот в этих ящиках уголь. Я должен сначала закинуть уголь в печку. То есть прямо целиком этот ящик. Да, а вот доставлены материалы мои вот в этом ящике. В этом контейнере деревянном. Окей, берем слиток. Я не успеваю даже читать, не то что переводить. К сожалению, русского языка в игре нет. Ну, берем, очевидно, слиток и закидываем его в печь. Теперь нам нужно следить за температурой. Где-то в районе 700 должно быть. Окей, соответственно, мы должны определенную температуру поддерживать. Где-то 700, 870. Используем мехи или как они там называются. Кузнечные. Так, а как мне определить, простите? Какая сейчас температура еще? А, вот, термометр берем. Да, и теперь либо четверку нажимаем, либо икс. И проверяем, соответственно, температуру. Вот это вглубь, похоже, нужно печи направлять. Так, уже 500. Температура постепенно все больше и больше. Можно еще раз кочегарить похлеще, либо дождаться. Ну, уже 700. Давайте, наверное, дождемся. Так, все, в принципе, уже готово. Теперь нажимаем на двоечку и забираем. Вытаскиваем слиток, разогретый, и куем железо пока горячо. Используем Q или единицу, чтобы убрать все из рук. Так, и нажимаем на E. Приступаем непосредственно к ковке. Нажмите T, чтобы что сделать, чтобы описание какое-то прочитать. Так, ну, видимо... Да, давайте уже ковать, пока железо не остыло. По-моему, слиток уже остыл. И, соответственно, вот слева у нас вверху шкала готовности нашего меща. И, честно говоря, по-моему, мне нужно снова разогревать этот слиток. Да, он перестал быть раскаленным. Так что нам снова немного дождаться, по всей видимости. Пока я там читал, что мне нужно сделать. Так, слушайте, и, по-моему... Хотя, нет, нормально, нормально. Кто-то стучится. А где у меня дверь вообще? Так, ну я не могу, я занят. Ждем, ждем, ждем. И, наверное, вот сейчас достаем. Сейчас, подождите. Я занятой человек, я занятой кузнец. Вот, теперь работает. Да, соответственно, я должен смиряться, по всей видимости, с верхней шкалой. О! И цвет, по всей видимости, должен измениться с красного, но, очевидно, на зеленый. Так, а как верхнюю часть? Что-то я калачу по нижней. А верхнюю никак не могу. Вот, вроде как, попал. Уже близок. Написано, что я близок. Но кусок уже снова остыл. Надо еще, наверное, больше его раскалять. Так, окей, берем двочку. Клиент, кажется, ушел. Но меч не готов. Клиенты уже поперли, а я не изготовил даже свой первый меч. Давайте еще, наверное. Так, вот сделаем. Блин, и я уже вытащил кусок. Вместо того, чтобы температуру слиток. Вместо того, чтобы температуру проверить. Так, ну вот уже достаточно неплохая температура. Уже под 900. Сейчас нужно, по идее, забирать. Да, вот он раскалился в значительной степени. Забираем. Быстро курием. Но это несколько этапов. Несколько этапов мы будем... Что ты будешь делать? А, нет! А, фух, все нормально. Мне показалось, он провалился сквозь землю. Так, работаем, работаем. Пока есть время. Да, на самом деле, времени нам потребуется много для изготовления нашего первого меча. Так, еще немного, насколько я понимаю. Или я должен остановиться на клоус? Нет, вот, дан. Теперь снизу немного. Так, отлично. Следующая часть. А! Твою мать, я испоганил! Я испоганил свой первый меч. Но мне казалось, что... Блин, я далеко от конца. Ну, все, что я могу сказать. Завокапил свой первый меч. Снова. И так в несколько этапов, в несколько заходов. Поддерживаем температуру. Ждем, пока слиток будет раскаленным. Или куем, собственно. Так, проверяем температуру снова. Не очень это удобно сделано. Конкретный пиксель приходится обнаруживать. Так, все, достаем. Сейчас сразу же начинаем ковать. Погнали. Ну, я уже... Ой, здорово, здорово, я придумал. Надо было, короче, где-то вот здесь, вот, похоже, в этом районе продолжать. Да, похоже, действительно, на то. Ладно, давайте уже доделаем. Сколько времени мы угрохали. Особо у меня это не получается сделать. Может, надо было вот с этого конца начать. Вот здесь вот в значительной степени деформируется кусок железа. Или, мне кажется, или абсолютно так же. Ну, в общем, вот такими вот движениями, ударами мы, собственно, и будем создавать наш меч. Кривой, косой. Первый, блин, как говорится, комом. Ну, что поделать. Так, вот готово. Сейчас попробую не зафакабить хотя бы эту часть. Так, ну все, нам обратно нужно отправлять его в печь. И это только лезвие меча. А дальше будет еще рукоятка. Мы как-то должны будем соединить эту рукоятку. Деревянную. Да, и он закончится, соответственно. Так. Ну что ж. В принципе, я так понимаю, уже, да, достаточная температура. Уже где-то в районе... Да, уже 900 где-то. Так что... Продолжаем ковать. Ну, я постараюсь, конечно, более-менее нормально сделать. Но сомневаюсь, что это у меня уже получится. Верхнюю часть. Нажимаю на верхнюю часть. Так, все. Сразу смещаюсь значительно теперь. Да, вот другое дело. По-моему, у меня возникла проблема. Я не вижу своего меча. Он не у меня. Он где-то в печи. Я почти закончил, но... Он куда-то, кажется, провалился. Я нихрена не вижу. Несмотря на то, что такой большой огонь. Да, походу, он провалился. Я не могу его найти. Он пропал. Наклацать в печке я его не могу. Похоже, я сжег свой меч. Он превратился в пепел каким-то образом. Вся работа коту под хвост. Больше я ничего сделать не могу. Придется заново, по всей видимости, начинать. Ну, я, наверное, и ковал неправильно. Скорее всего, я должен... По всей длине проходить. Вот так вот. А теперь снизу. Наверное. Не знаю, как уютный меч, честно говоря. Так, вроде, быстрее получается. А я только одну часть какую-то пытаюсь выровнять. Нормально, нормально. Сейчас все получится. Главное, чтобы он никуда не провалился к концу. К завершению моих работ. Итак, я почти закончил. По форме меч другой на этот раз. Не знаю, зависит ли от этого сложность. По всей видимости, ни хрена не зависит. Смотрите, практически идеально. Сейчас я, конечно, запакаплю все. Это очевидно. Ну, давайте пока наслаждаться хорошей, прекрасной работой. Последние штрихи. Готово. Так. Дальше. Никуда он не пропал. Дальше что мы делаем? Прошу прощения. Видимо, температуру нужно поднять. Или нет. Не знаю. Так, давайте, наверное, еще угля сыпанем. Мне кажется, маловато. Сейчас посмотрим на температуру. Что я должен делать сейчас? Где подсказки? Берем. Ага, помещаем вот сюда. И обратно я почему-то автоматически его взял. Но, видимо, все. Так, использую канистру с водой. Берем. Ага, и чтобы потушить печку, по всей видимости. Так, тушим. Готово. Так, видимо, основные работы завершены. Так, теперь берем наше лезвие. Окунаем вот сюда вот. Чан. Окунули. Сразу автоматически он приклеивается к моему инструменту. Теперь будем затачивать. Используйте клавишу С для вращения колеса. Так, зажмите гринд. Когда будет колесо вращаться, насколько я понимаю. 50% точности. По-моему, я должен был подольше задерживать. 73. 67. И все? Да, у меня только один шанс. То есть, есть... Короче, меч будет не сильно. Заточенный это, считайте, какая-то булава скорее. Или дубина. Металлическая. Да, все, я не могу, соответственно, продолжить. 59% в итоге у нас. Я точно не могу? Да, написано закончено. Соответственно, изменить я ничего не могу. Так, ладно, допустим, предположим. Давайте доделаем уж такой меч. Какой получилось? Я не совсем просто понял, как это работает. Так. Кладем сюда. Сейчас будем рукояти собирать, похоже. Берем саму рукоятку. Тоже засовываем сюда. Затем наконечник. Так, теперь само лезвие. Если это можно назвать лезвием. Очень тупое, к сожалению. О, здорово. Так, ну теперь я должен вовремя, я так понимаю, нажать клавишу. Но шкала заполняется слишком быстро. Давайте постараемся хотя бы приблизительно поближе к гуду. По-моему, я на максимум. Но это вроде как неплохо, на самом деле. Да, я могу только на максимум. Сейчас попробую еще раньше. Ну, так, не знаю, хорошо это или плохо. 71%. В принципе, наверное, нормально, сносно. Так, теперь берем рукоятку и забиваем рукоятку уже. Не самый лучший удар. Так, еще тут хуже, по-моему. Ну, так вроде получше. Нет, 38%. Короче, надо, мне кажется, лучше максимум, лучше переборщить. Тогда результат будет лучше. Лучше мощными ударами. Так что будем до сих пор отныния только мощные удары. Мощный. Закрут скорее, а не удар. 75%. Да, ну, короче, нужно выше шкалы. Не конкретно попадать на эту отметку, а просто выше. Все, что выше, считается хорошо. Если бы я понял это раньше. Ну, вообще логично, конечно. Нормально. 95% вот за это, смотрите. Итак, общий рейтинг 65%. Не самый лучший меч. Не знаю, кто его приобретет. Смотрите, можно им помахать даже. Так, окей, время продать меч. То есть мы вручную его тащим. Можно наверняка его положить в сундук. Так, допустим. Есть кто-нибудь? Или его можно сюда вот повесить? Да, сюда, похоже, можно повесить. И теперь мы можем общую статистику смотреть. Общая цена 136 монет. Смотрите, 130 монет я потратил. 6 монет я смогу заработать, если продам вообще этот меч. Если он кому-то нужен. И можно также сделать 15% скидку, нажав на Ю. Но я, пожалуй, скидок никаких не буду делать. Да, конечно, не самый лучший меч. Но, может быть, кому-то он понравится. Он зато с изюминкой. Теперь мне, по всей видимости, нужно дождаться. А, вот, уже посетитель есть. Хочу купить меч. Но этот меч, я так понимаю, ей не подходит. 300 монет. Она какой-то определенный меч хочет за 300 монет. Окей, я вернусь через 20 минут. То есть можно принять этот заказ и за 20 минут его сделать. Сомневаюсь, что я успею сделать новый меч за 20 минут. Артефакты здесь какие-то есть. А, вот сюда вот я должен был положить меч. Давайте положим. Через каждые 3-4 минуты приходит посетитель. Хотя предыдущий посетитель может быть тоже обыкновенный меч. Хотя любой точнее меч. Вот этой женщине, смотрите, я могу продать. За 300 монет. Я могу отдать 136 монет за этот меч. Так, может быть, чуть побольше нельзя тут поторговаться? Что такое гамбл? Может быть, это и есть? Может быть, это и есть возможность торговаться? Кто-то стучится за ней. Уже очередь, похоже. Еще один стук. Еще один посетитель прямо за спиной этой дамы стучит, рвется. Пытается пролезть вне очереди. Ну, продаем за 136. Хотя бы мы в минусе не будем. Продаем, продаем. Вот и первая наша продажа. Зато репутацию получили. Ну и вообще ознакомились с основными механиками. И теперь понятно, как вообще ковать. Так, все. Туториал, собственно, закончен. Да, друзья, на этом мы остановимся. Если вы хотите увидеть продолжение, пишите обязательно об этом в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok